Как вы думаете, образ Хоботова и Зорина – это персонаж трагический, возвышенный, пародийный, смешной? Чем старше становишься, тем больше ассоциируешь себя с ним, а что вы про него думаете? Ну, я, конечно, с тоской смотрю на этого персонажа, и мне кажется, что и вы зря себя с ним ассоциируете. То есть, понимаете, у Зорина он написан не таким, каким его сыграл Рубикович, у Зорина он все-таки более трогателен, более интеллигентен, у Рубиковича он откровенно смешон, совершенно беспомощен, ну, как бы гротескно унижен. Я же считаю, со своей стороны, что такая славная советская традиция добродушного издевательства над интеллигенцией это палка о двух концах, интеллигенция это лучшее, что есть в России, интеллигенция это лучший передовой отряд народа, его верхний слой, верхний, разумеется, не в смысле социальной иерархии. Это просто то, ради чего Советский Союз стоил вообще терпеть. А издеваться над ней, ну, Ильф и Петров имели, наверное, некоторое основание говорить о Вася Суале Лоханкине, потому что Вася Суале Лоханкин не единственный представитель интеллигенции в этой книге, прямо скажем. Но, правда, большая часть интеллигентов там дана, ну, кроме молодой советской студенческой интеллигенции в первом поколении, дана весьма негативно и, я бы сказал, презрительно. Это дурно. И поэтому, я думаю, что при всей гениальности бесспорной этого тандема, этот грех они сознавали и сами, поскольку отчасти, к сожалению, бичевали сами себя. Не то, чтобы они были лоханкинами, отнюдь, но просто советская интеллигенция слишком охотно, когда её секли, признавала, что в этом есть сермяжная правда. Тем, кто не лицеприятием, пусть и Бог был томим, тот, по крайности, распятием не командовал своим. Погуглите чьи-то стихи. Вот мне кажется, что такое отношение к Хоботову, к интеллигенции в целом, к себе, оно как-то, ну, недостаточно самоуважительно, вообще недостаточно уважительно. Другие образы интеллигентов в советской литературе привлекают меня. Ну, например, Сергей у Трифонова в другой жизни, или у Аксёнова Саблер. Вот такие персонажи, которые не позволяют на себе выспаться.